И всем привет, вы на канале Видрейд Гейминг, меня зовут Александр и сегодня мы врываемся на ЗБТ, правда не МВТ-хи пока что, а другой весьма интересной игры, Эш Эхас Резонанс. Меня очень сильно попросили посмотреть эту игрушку и после того, как я поставил её на закачку, я понял, чёрт возьми, это нужно сделать на видос. Просто какие-то фантастические вещи показывали на фоне загрузки, там была и магия, и огнестрел, и мотоциклы, и разные миры, всё крайне интересно и красочно выглядело. Правда сейчас я не знаю как вам показать этот видос, кнопок никаких нигде нету, и он никак не вызывается, но думаю мы сейчас это всё дело заценим. И если игра зайдёт, то залипнем в неё надолго, но если вы тоже хотите принять участие в закрытом тесте, основной этап начнётся 18-го числа, то в закреплённом комментарии и описании под видосом будет вся информация для регистрации. Ну а мы пожалуй начнём, Эш Эхас Резонанс, поехали! Так, загрузочка уже пошла, воу, как всё интересно выглядит, концептуально, видосик сразу говорю не тот, загрузка не удалась, нет, это не умеяет на видосе, всё нормально. Тёмная зона какого-то Скайфоржа, ёпперсоте, ворон пропало, видали? Всё очень концептуально. Аллея Луцизин, опять смотрите, воробышек летит и куда-то пропадает всё в огне. Короче, чё-то в мире произошло не так. Нажмите для продолжения, очень был короткий видос, ничего нам не показали. Вот опять, смотрите, синематики пошли, всё в огне. Ну, короче, как поняли, мир у нас такой современный, аварийный режим, требуется ручная проверка личности. Воу, полное погружение, короче, в игрушку. Тут мы выбираем персонажа, ну, естественно, у нас будет парень, подтверждаем. Нажмите для проверки, как я люблю нажимать для проверки. Всё, зажали вроде бы. А я не пальцем нажал, если чё, ага. Личность подтверждена, видос... А почему 0.2? А почему 0.2? Сейчас 27 октября. Нет, к сожалению, говорят не по-русски. Короче, 1123 год, 1752. Личность подтверждена. Так, короче, игра начинается, я пропустил диалоги, они такие немножечко пустоватые, но, в принципе, как всегда, есть какие-то аномалии, нельзя встречаться с какими-то людьми, и всё будет хорошо. Также мы теряем создание и смотрим какие-то разные предзнаменования. Окей, постоянный персонал тёмной зоны эвакуирован. Теперь, если мы хотим углубиться, мы можем рассчитывать только на себя. Директор, приготовьтесь. Короче, я директор, ё-прасоте. Короче, что-то происходит, я вообще никого не вижу, вижу только вот эту вот женщину и каких-то червяков. У неё молоток смешной был. И вот такая вот красочная здесь графика, ё-прасоте. То есть, прям как видосики. Короче, из портала кто-то выходит. Мы всё поняли, нажимаем на женщину, берём меч, надо выбрать область. Вот, мы выбираем область. Все замерли в ожидании, пока мы выберем по кому бить. Нажимаем. Ну, довольно красочно. Жалко, что камера пока что не двигается и находится высоко, но так или иначе можно бегать. Смотрите. То есть, такая какая-то полу-статичная RPG. Сообщите ваши координаты. Тут ещё кто-то, смотрите, база с кем-то разговаривает. В небе обнаружены аномалии, предположительно формируются. Я не успеваю ничего читать, очень много информации. Ладно, мы пока просто вперёд идём. Смотрите, подсказка. Продолжайте идти вперёд. Ладно, идём. Нам щит какой-то кастанули. Бежим. Ну, прям это. Погружение полнейшее идёт. Несмотря на то, что камера высоко висит. Куда автобус, смотрите. Миру трындец. Опять червяки вылезли. Ещё один наш компаньон. Мо Хун Сю, лидер отряда какого-то. Либо такие задержки, либо немного проседают FPS. Так, если понадобится нам помощь, то обязательно её позовём. Продолжайте идти вперёд. Не вперёд, а направо. Ёпросоты. Они ещё тут разговаривают. Всё хорошо. Так, роботеки. Ну, я как понимаю, это только вступительная вещь. Потом геймплей будет немного другой, скорее всего. Так, тёмная зона какая-то. Ух ты, действительно ужасно. Так, ребятки, тут просто бомбическое количество текста. Если я сейчас буду записывать все диалоги, то видос затянется, и геймплей мы не посмотрим. Так что я просто буду читать за кадром это всё. Если что-то будет важное, интересное, буду вам говорить. Сейчас ничего важного не произошло. Читал я текст минут 15, наверное, как-то так, да. Чувства взаимные. Какой-то чувак вышел. Ты увядший урод. У тебя хватает наглости явиться сюда и говорить со мной в таком тоне. Какой-то злой парень вышел с женским голосом. И всё же ты решил быть рядом с этими сорняками. Это ещё плюс-минус какой-то сюжет. Но тут есть ещё, короче, диалоги. И смотрите, какие они здесь. Они тут просто офигительные. Ага, и это ещё не всё. То, что я несколько окон уже скипанул. Ну и, собственно, всё. К нам что-то просто большое и длинное приближалось. Неопознанный чувак. Ну, графика прикольная. Мне нравится такая стилистика. Забавно даже сейчас. Твоё сердце полно... Это вот эта вот дурочка, которая вылезла. Ты даже не хочешь убивать их собственными руками. Замолчи. Тревога. Директор за мной. У нас появились два персонажа. Как им бегать? Пока непонятно. Идёт автобой. Порождают солдат какие-то. У литифонов. Мы должны уничтожить их всех. Ну, давайте скиллами побьёмся. Нажмите на навык Марса. Ёперс, это... То есть, видите, здесь тактика. Есть ограничения по воздействию. То есть, сюда я... Ну, я тоже сюда могу закинуть. А что это такое? Это область, куда я могу прибежать или что? Пока непонятно. Надо выделить всех врагов. Вот, нам даже подсказали. Смотрите, вот так вот. Ну, хорошо. Ну-ка, давай, постреляй. У него вроде как пушки были. Уже не пушки. Уже какой-то электромеч. Хорошо. Ну, прикольно. Есть игры, где просто персонажи стоят. Здесь они перемещаются наши. Идёт максимальный экшончик. А вот и Белия вылезла с сусликом. Смотрите. Фига, у неё сусил большой. Я думал, он на плече у неё сидел. Когда резонатор получает урон, можно отправить поддержку для исцеления. Ну, вот это, короче, у нас поддержка. Окей. Область хила не выделяется. Она хилит, получается, всех вокруг. Ну, давай покажись. Ну, какая-то слабенькая анимация хила. Я думал, волна какая-нибудь пойдёт. Я могу выделять цели. Вот, допустим, я выбираю этого парня. Перемещение. Вот это же прикольно, ребятки. То есть, это не просто какой-то тактический бой. Ещё надо передвигаться. Как обычно, знаете, бывает в таких играх. Ну, вот мы типа... И все замерли. То есть, мы тратим ход. Что значит притягивание? Подойти, типа, на расстояние удара. Включить барьер. Как всё сложно, ёпросоте. Выполняем. Вот, это тётка с щитом. То есть, она ставит барьер и защищает всех. И, скорее всего, агрит противников. Ну, мы убили этого червя. Очень интересно, на самом деле. Это какая-то... Так, червячок убежал. Хорошо. Короче, какая-то партийная РПГшка. В такой я ещё сильно не залипал. В телефонах были какие-то автобоёвочки. Но это совершенно другое. Так, у нас есть какой-то терминал. Разрушение приведёт к провалу боя. Ой, его надо дефать. Эта штука очень ценная. Будьте осторожны. То есть, у нас режим ещё Tower Defense появился. Хорошо. Я думал, мы в главном меню сейчас позалипаем немного на цены в магазине. И всякие разные другие штуки. Но пока нет. Так, навык АОЕ атаки. Хорошо. Ну, это мы уже делали. Вперёд. У неё какая-то дубина есть. Есть ещё большая дубина. Комичная такая. И чё мне делать? С двух сторон. А, появился ещё один Спартиец. Можно переместиться, а можно кинуть какую-то АОЕшку. Ну, давай попробуем. Хорошо. И туда ещё, да, получается? Мы всех убьём? Она когда стреляет, встретишь всё окружение пропадает. Немного нелепо. Короче, каждый скилл требует точки. О, не попёрли уже. Подожди, подожди, подожди. А почему ты бежишь? Мне не нужно бежать? Мне нужна атака. У неё КД на атаке или чё? Я не понимаю. Отмена. Так, а все... Нет, все не замерли, все идут. Можно барьер поставить, можно ударить скиллом. А если я отойду вот сюда, смотрите. Давайте попробуем тактику. Почти всех убиваю. Подождите. Ну, почти всех убиваю. Ну, почти всех убиваю. Да, подожди ты, не бегай. Сейчас разберёмся. Надо красиво это всё сделать. Ну, вот так, смотрите, один остаётся. Выполняем. Ну, ты же прикольный, ребятки. Мне нравится. Подожди, стой! И она атака её убила. Отлично. А эти червяки выжили. У нас есть ещё какая-то между нами связь, которая хилит? Или это какой-то дрон летает? Ну, блин, я залип, ребятки. Это очень хорошо выглядит всё. Итак, ребятки, мы наконец-то загрузились. Было очень много заставочек. И просто море текста. Если чё, видос у меня идёт уже почти 40 минут. Я всё дело сидел, читал. Сюжет имеется. Очень заковыристый. Если чё, наш главный перец. Вроде как из будущего на него ничего не действует. Ни какая-то радиация. Ничего. Короче, избранный парень. Ага. Также у нас появилась ещё одна барышня. Это кто сейчас сказал? Не знаю. Вот эта вот посерединке стоит. Вот я её сейчас могу управлять. Она там что-то матерится. Очень злая и так далее. Ладненько. Давайте поиграем. Я надеюсь, что будет ещё главным менюхом. Посмотрим экономику. Прокачку. И так далее. Ну, давайте начнём. Какой-то злобный жук нас встречает. Надеюсь, они сейчас не будут разговаривать. Идёт автобой. Но можно кликать. Ой-ёй, смотрите, ещё кто-то подходит. Суть в чём? Нужно дефать этот маяк посерединке. Нифига тут врагов. Её, красота. Плохи дела. Не волнуйтесь, я задержу. Хорошо. Какие-то дроны, смотрите, вылезли. Ну, пока что идёт максимально сюжетный замес. То есть, можно ускорить что-то или что. Непонятно. Я хочу скиллом долбануть. Она только близко бьёт. Я подойти, главное, не могу. А, подождите. Ну, вот, скилл. А, она даже тпшится. Ну, давайте так попробуем. Это же она или он? Не знаю. Непонятно, кого убили. И, смотрите, назад за барьер зашла. Так, здесь тоже пуля у нас есть. А почему перемещение-то идёт? Вот, ауи атака есть. Это мы знаем. А можно как-то вот так вот развернуть? И по всем жахнуть. Надеюсь, меня сейчас не убьют, потому что мы за барьер зашли. Получайте по жопке. Они всё прут и прут. У нас есть ещё хилочка. А давайте назад отойдёшь. Барышня. Давай, перебегай. А этот вроде милишник. Матершинник. Так, давай, мочи его. Короче, я ни черта пока не понял по геймплею. Зато почитал много текста. Давайте сюда. А, это какой-то точечный удар. Слушайте, был окей. Ну, вроде помогаем. У нас есть ещё вот барьер. Барьер-то хорошо. Я хилочку хотел бы. Отмена. Ладно, давайте встанем. Походу, мы победили. Замечательно. Пока всё максимально непонятно. И сейчас опять будут тонны текста. А тут у нас появилась возможность медитации. Ну, что-то похоже на гачу. Я, короче, не дождался. Нажал, мне выпал какой-то Юцей. Пять звёзд вроде бы показывают. Отлично. Подтверждаем. Карта Мяу какая-то. Я могу ещё что-нибудь нажать? Так, а вот уже походу главное меню какое-то. Смотрите, мы на базе, можно головой помотать. Так, перейдите к основному заданию. Да я пока не хочу. Подождите, я хочу здесь полазить. Можно поменять главного персонажа, который здесь стоит. Мне, в принципе, пофиг. Дальше есть ещё, смотрите, какое-то чаепитие. Давайте сюда. Доступно на уровне пятого директора. Хорошо. И резонатор. Тут у нас есть четыре доступных героя. Парень, которого мы последнего дропнули. Вот он он. Что-то куда-то идёт с молотком. Это точно парень? Ну, вроде мужичок, да. А что мы можем про него... Стоп, я свапанул. Другая появилась, что ли? Это свапы, да, идут у нас, получается? Я хочу про парня почитать. Так, записи лидера. Ё-порсота. Пройти уровень рот. Ну, короче, это ачивки, которые что-нибудь нам дадут. Какие-то кусочки пацана, чтобы его прокачать. Отлично, пусть будет так. А где скиллы посмотреть? Скорее всего, вот боевые навыки. Громоотвод. Виброудар. Урон самоусилия. Много текста, ладно. Пусть будет так. А почему они красненьким горят? Вот, мы получили какую-то веку. Хорошо. 50 кусочков, потом куда-нибудь что-нибудь их засунем. Окей, у нас есть 4 персонажа. Я думаю, патька готова, можно выдвигаться на задание. А больше я здесь ничего интересного не нашел. Есть еще какие-то магазинчики, в которых можно что-нибудь купить. Но, естественно, у меня пока нету никаких ресурсов. Особые поставки. Подсказка резонанса. Что это такое? Зацепка, в которой записаны данные об одном из особых часток. Что-то там. Окей, пусть будет так. Как я понял, это штуки. Мы тратим их на медитацию. Ну, давайте возьмем. Вот. И теперь мы можем зайти в медитацию и потратить эту книжечку. Да? Да. Хорошо. А что у нас тут еще есть? Так, сюда мы можем и сюда потратить эту книжечку. Есть еще вот такая штука. Резонанс Х10 гарантированный 6 звезд резонатор. Хорошо. Пока непонятно. Ну, давайте, наверное, сюда нажмем. Посмотрим, что будет. Шот фиолетовая. Выпала парень в каске. Сейчас будем покемонов ловить. Ага. Подтверждаем. Хорошо. Еще нам какую-то подарочную карту дали. А, 30 карт соберем и можно будет бесплатно кого-то взять. Хорошо. Ёпарсотэ. Ну, пусть будет так. Хорошо. А, идем к основному сюжету. Это мы столько уже прошли. 401. Ну, ладно, входим. Пусть будет так. Здесь можно кого-то выбрать. Требуется включить юцы. Для битвы... Ну, а где ее взять-то? Ну, давайте включим. Где юцы? А, парень. То есть, нам специально его дали. Нам не повезло. Его дали для задания. Хорошо. Поехали в бой. Окей. По сюжету мы упали в какую-то шахту. И нас встретили, естественно, какие-то злые парни. Ну, пусть будет так. Все. Выбора-то нет особого. Всех порешали. Отлично. Когда цель в зоне огня, получают урон, от грома срабатывает взрыв. Вот. Пошли стихийки. Комбинация стихий. То есть, если мы сейчас громом ударим... А, мы уже громом ударили. Поэтому идет эффект взрыва. Отлично. И парень, смотрите, сразу же наяривает молотком в автобое. Можно еще кого-нибудь закинуть. Есть откат. Вот так вот, да, получается? Я правильно делаю? Хорошо. Давай. Тяпочкой свои. Сильный точечный удар. Отлично. А мы урона от огня не получаем, из-за того, что в огне стоим нет. Что у нас еще откатилось? У этой дурочки что-то есть? АОЕ атака. Ну, бей давай по башке. Очень маленький урон. А, нет. Несколько раз прошло. Хорошо. Нас дроны защищают, смотрите, от нападений. Так, это может либо АОЕшку сделать, либо барьер. Вот если я такой барьер поставлю... А, это вот она барьерчик ставила, когда мы бежали, да? Барьер защищает, скорее всего, от дальних атак. Так, вот вышел этот парень, которого мы видели в сценочке. Но он ничего толком не сказал. Просто сказал, уходите. Какие-то пентухи вызывает, слушайте. Сейчас всех порешит. Ну, так оно и есть. Две змеи у него какие-то. А у нас тут барьер, между прочим. Сейчас вызовет кого-нибудь, наверное, да? Очень красочная графика. Мне очень сильно нравится. Это чё такие, прям синематики пошли. 2D-шные. И вот на этой картинке всё зависло. И такая следующая стадия. Соберите награду и продолжите. Как-то странно это всё выглядит. Ну ладно, пусть будет так. Продолжаем с этого же места. Отлично. Почему-то замеса не было. Они просто поговорили. И, как я понял, разошлись. Хорошо. Ну, что я могу сказать? Ёпарсота. Бонус к здоровью. Много всего. Милишники вперёд. Парень с молодой. А, подождите. С той стороны тоже, наверное, пойдут. Тогда мы поставим барышней вот так вот, дальнобойных. А пареньков вот так вот. Тактикульно. Поехали. Так, дроны летающий юнит не получают урон от наземных атак. Можно бить только скиллами. Хорошо. Вроде бы убила. И что-то сразу скинуло. При нападении вражеских воздушных юнитов необходимо развернуть резонаторов. Это наши герои. Стрелков или следопытов, специализирующихся на дальнем бою, чтобы эффективно контратаковать. Хорошо. Всё, мы поняли. Погнали. Автобой. Не хочу я автобой. Победить всех врагов за 9 минут. Это ускорение времени, что ли? Я не хочу ускорения времени. Я хочу насладиться геймплеем. Смотрите, у нас появился огонь. Можно юзнуть вот этот молот сюда. А что, ты до туда не дотягиваешься? Ладно, стой здесь на месте. Сейчас они поближе подойдут. Мы молоточком ударим. Ну, вот так вот бить-то сможешь ты, нет? По жопке. Тыцк. И взрывы пошли. Отлично. Ну, походу, пламя нам пофиг. Здоровье не тратится. Ещё вылезли. Давай, парень, ты назад отойдёшь. Подожди. Мне нужно перемещение. Сейчас тебе... Нет, они все сдохли. Давай, переместись назад. К своим людям. Ну, это прикольно, что можно так бегать на поле боя. Но он всё равно встаёт. А сзади никто не нападает. Пока нет. Так, атака по цели. Это одиночная цель. Можно ОЕшку визнуть. А тут никого нету. Какую-то какашку я закинула. Но мы победили. Хорошо. Так, мы продолжаем следование по сюжету. К нам вылез какой-то, смотрите, динозавра-крокодил. Парень куда-то порвался. Да мы же в другом месте были. Это представление просто парня. Он сейчас тпшнется в эту дырку и окажется с нами? Нет, это просто был скилл, окей. Ну, видать, сверху город выглядит более городским, чем мы сейчас. А автобой идёт или что, я не понимаю? Можно я поиграю? Ну, ты клёвый, пацан. Всё экранное время занял. Всё, стоять, подождите. Нет, автобой не нужен мне. Я хочу немного подтактикулить. Он стоит в огне. Уважаемый Си, обнаружены потери вашей... Кого мне убили? Экстренный щит. Терминал автоматически накладывает щит на резонатор, отчего здоровья ниже 50%. Понял. И где? Где, 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 где щит? Где здоровье ниже 50%? А как ты умудрилась-то здоровье ниже 50% получить? А, тут они сейчас, смотрите, появятся. Хорошо. Ну, мочи их. Чё поделать? Всех зарубила. Отлично. Хил пошёл. Вроде бы здоровье немножечко... Комбо можно делать какое-то. Ну, давай ещё разок. А она сейчас откинется, между прочим. Как этот щит проюзать? Давайте барьерчик ставим. Нет, барьер не получается. Тогда мы АОЕ атакой жахнем. Пока всё не сильно ясно по тактике. Ну, вроде бы урон наносим. Вот зона огня. То он так же сейчас полетит? Нет. Фига он напихивает, да? Занимает экранное время очень много. Можно сюда жахнуть, но я предпочитаю... Вот так вот сделать. Всех зацепим. Да, это замечательно. И этих зацепили, которые рядышком стояли, и этого парня. Иммунитет к урону, он куда-то убежал. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите. А чё ты наверх-то зарез? Сейчас будет плеваться, наверное. У нас там жути подходят. Но они уже всё, откинулись. Кого-то вызвали, но они в баблах. Надо пробивать, наверное, баблы. Либо ждать. Вроде пробиваем, слушайте. Урон, по крайней мере, идёт. Ну, давайте ещё АОЕ сюда закинем. Да не так, ты не подходи, ты бей. Ой, слушайте, можно же сюда подойти, да? Опять тактикул врубаем. И сразу две цели. Чец. Маленький урон у неё, конечно. А в кого она стреляет? Ну, ладно, выполняем. Кого-нибудь да убьёт сейчас. А, она просто всех в округе расстреливает, окей. Тут ещё какие-то стрит-идрончики стоят. Защищают нас. Ну, у этого такая одиночная атака. Ну, пока, естественно, не сложно, потому что это зона ноль, блин. Ну, так или иначе, я уже час играю в эту игру. Естественно, видос получится короче, потому что я обрежу все тексты. Форма какая-то появилась. Ульты, 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 здравствуйте. Вот так вот давайте сделаем. А, это мы уже видели. Он сейчас крестиком закинет. Тыцк, отлично. Может, у ещё у кого-то есть ульта? Вот, а у я атака есть. Ну, вперёд. Тоже ультуха. Ну, такая себе. Могло быть получше. Смешно надувается. Всех победили, нет? Нет, ещё чуть-чуть осталось. Нам какое-то сало закинули, или чё? Э-э-э-э-э-э! Он долбит моего этого... Моё сооружение. Давай вот так вот. Маленький урон вообще идёт. Всем отступить. Куда отступить? Вылез этот парень злой. И вот получается мы прошли первую зону. Замечательно. А как это всё дело получить? Вот так вот. Открылась зона номер один-один. Но мы ей займёмся, скорее всего. В следующий раз нам не дают выйти. Ну, давайте посмотрим, что нас ждёт. Окей, ребятки. Если смотрите, синяя кнопочка с видосиком. То, значит, стадия будет только видос. Если красная, то ещё придётся помахаться. Из этого видоса нам сказали, что у нас возникли много вопросиков. А после первой зоны, так сказать, мы сейчас готовы на всё найти ответ. Тут нам дали 10 призывов. Хорошо. Завтра ещё что-то упадёт. Замечательно. Вот это дело я уже люблю. Ещё какие-то монеточки упали. Отлично. Есть почта. Давайте посмотрим, что тут есть. А вот что у нас есть. Смотрите, нам дали кучу призывов, потому что мы участвуем в закрытом бета-тесте. Скорее всего, весь прогресс ребутница. Так, сори, продолжаем отвлёкся немножко к поработке. Я думаю, сейчас будет ещё вайп, а после основного теста, возможно, прогресс уже сохранится. Итак, что мы имеем? Мы имеем 100, блин, призывов. Вы представляете жесть? Давайте их попробуем потратить. Посмотрите, что выпадет. Сразу пропускаем, чтобы долго не ждать. Так, у нас какой-то родин выпал. Инфа. Можно чекнуть будет всех героев. То есть, это классный тест, когда у тебя сразу есть все ресурсы. Марсович у нас уже был. Какой-то пятизвёздочный приз. Лан-лан. Четыре звезды. И вот они все выпали. Есть один золотой. Давайте ещё раз. У меня самолёт летает. Сразу какая-то легендарка. Шу. Замечательно. Давайте все вот так вот сделаем просто. И вот они все на месте. Есть повторочки. Есть вот эта вот матершинница. У каждого, кстати, смотрите, есть своя стихия. Воздух, вода. Скорее всего, физика, молния, огонь и так далее. Так, что у нас остаётся? А у нас ещё 90 попыток. Просто жесть. Опять две легендарки. Я могу эти печеньки в другие кнопки тратить? Давайте посмотрим сейчас. Каролина какая-то. И ещё одна легендарка. Просто жесть. Сам бы хека. Какой-то чёрный парень выпал. Дофига всего. Но, в принципе, в среднем две легендарные штуки выпадают. Отлично. Много всего ещё навыпадало. Есть повторочки. Мяу-ваучеры. Замечательно. Так, что мы ещё можем сделать? Вот здесь ещё какая-то есть штучка. Я не знаю, чем они отличаются. Но чем-то, наверное, отличаются. Давайте попробуем. Так. Ну, есть одна легендарка и какие-то повторочки. Хорошо. А вот этих штук у меня, к сожалению, нет. Но мне дали ещё так. Эксклюзив контракт. Друзья. Позволяет определить местоположение 10 резонаторов. Медитация. Ограниченный резонатор. Тыры-пыры и так далее. Ем. У нас есть 30 штук. Ой, тут мы можем гарантированно кого-то взять. Кого возьмём? Ну, дайте первую. Пофиг. По порядку пойдём. И она какая-то, смотрите, радужная. Шесть звёзд. А следующий резонатор на 300 будет. Вы представляете? А чё такое? А какой у неё был этот самый? Слушайте. Я пропустил. Стихия какая. Мы взяли огонь. Теперь нужно брать какую-нибудь пси-штуку. А у меня 300-то уже, наверное, не хватит. Вою губу раскатал, да? 300 на старте. Ну, давайте все эти потратим тогда. Ёпперс, это мне выпал 6-звёздочный чувак просто так. Вы поняли жесть? Да, смотрите. То есть, это легендарка, а это ещё легендарнее штука. Замечательно. Пацаны какие-то. Ещё одна 6-звёздочная штука. Но такой парень у нас уже был по сюжету. Возможно, будет повтор. Либо будет в нашей коллекции теперь ещё этот парень. И последний разок давайте сделаем. Ну, и вроде бы всё. Также у нас есть какие-то 30 штук. Я не знаю, куда их пока тратить. Куча повторок выпала. Замечательно. Ну, сейчас разберёмся. На каждого героя у нас выпала база данных, на которые можно что-нибудь почитать. Какие-то фоточки. Если мы всё соберём, то что-нибудь, наверное, получим, да? Ладно, это я тоже потом всё погляжу. Как видите, игра мне понравилась. Я с удовольствием в неё поиграю. Не знаю, буду делать видосы или нет. Очень много текста. Надо прям сидеть читать. Естественно, если это всё читать, то час видоса никто смотреть не будет. Ну, либо всё это дело делить как-то. Давайте в резонатор зайдём, посмотрим, что здесь у нас есть. У нас есть супер-крутая пачка. Смотрите, это барышня, которую мы выбрали. А, так слушайте, она у нас тоже была в сюжете. Но теперь она у нас есть в инвентаре. Потом есть парень с кольцами. Ну ладно, ты очень злой мужик. И вот этот вот с ушками, который крестами кидается. И дофига всего. Есть какие-то семена. Что они делают, пока непонятно. Но это тоже всё можно качать. И знаете чё? Так как у нас выпали повторки, на некоторых героях уже можно будет что-то прокачать и посмотреть. Вот у этого парня есть семена. Давайте посмотрим, что изменится. Эволюционируем. Так, раз, два, три, замри. Разбрасывают вокруг множество леденцов, нанося 10 раз урон по области райденцов. Ну, короче, просто кота уешка. Хорошо. Добавились черты. Записи лидера. В ехе также есть. Можно что-то будет взять. Так, пройти уровень. Рот превосходства один или выше, используя в качестве лидера оси. Система пока ещё не открыта. Хорошо, надо проходить сюжетки. Это всё выглядит крайне интересно. То есть, можно вот этих всех героев, сколько их тут просто жесть, качать чисто геймплейно. То есть, ничего не покупать, просто пройти квестики, тебе дадут частички, и ты их потом прокачаешь. Здорово. По сюжету, что тут у нас ещё есть? Что-то мы ещё получили. Какой-то пустой чип. Опыт директора. Пятый левел. Всё получаем. И залипаем. Играем бесконечно. Видос у меня идёт уже почти полтора часа. Но, естественно, он будет немного покороче. Что у нас тут ещё есть? Куча всяких разных зон, квестов, которые надо будет делать. Ну и вот он весь мир. Можно отдалить? Нет, можно только прибавить. Хорошо. Ну вот на этих островах мы, получается, стусим. Но мир как у нас, смотрите. То есть, есть ледяные шапки, полюсов. Ну, острова очень-очень маленькие. Про каждую зону можно почитать, либо пойти в сюжет. Но я, как понимаю, эту зону мы проходим. Открывается какая-нибудь это, это, это и так далее. То есть, проходить есть куда. А можно здесь ещё посидеть. Но пока статья закрыта. Хорошо, пусть будет так. Ну и, наверное, ребятки, всё. Основные моменты игры мы посмотрели. Что тут ещё можно сделать? Смотрите, она за пальцем следит. Прикол десна. Да. Можно, наверное, и заканчивать. Так, тихо. Всё. Всё, ничего не нужно. Замолчи. Да, я скажу конец. И будем закругляться. Основные моменты игры мы посмотрели. Геймплей не мудрёный. Но со своими фишками. В тактические игрульки я тысячу лет не играл. Есть разные механики взаимодействия стихий. Куча навыков, куча героев, которые можно бесконечно лутать и качать. Также имеется сюжет, причём громадный. Ну и, конечно же, графика. Всё, как видите, красивенько, сочно и красочно. Короче, зачёт. Будем тестить, смотреть и ждать релиз. Вся информация о регистрации на ЗВТ будет в закрепи. А у меня пока на этом всё. Для поддержки канала есть бустей. А для общения телеграмчик. Залетайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока. Пока.